В индийской культуре существуют очень образные предания об украшениях, которые носили куртизанки. Стоило ей извлечь одну булавку, как все украшения сразу спадали. Карма устроена так же. Это сложное переплетение цепочек. Однако там есть одна единственная булавка. Если обнаружить ее, можно отбросить кармический аспект и жить как освобожденная сущность. Карма — это, пожалуй, одно из самых неправильно понимаемых слов, которая, безусловно, стала частью современного лексикона, но в миллионах неверных интерпретаций. Такова природа кармы — это интерпретации. Кармическая структура — это очень сложное переплетение. В индийской культуре существуют очень образные предания об украшениях, которые носили куртизанки. Самые известные куртизанки ходили в золоте и бриллиантах. На них не было никакой одежды, одни только украшения. Украшения были настолько замысловатыми, что когда куртизанок посещали мужчины, они понятия не имели, как снять все это хитрое сплетение цепочек. Несмотря на все их старания, снять украшения не получалось. Украшения были красивые, но для мужчины, чей ум изнемогал от вожделения, они были препятствием. Обычно она предлагала ему выпить, потом еще и еще. Наконец он засыпал, потом дарил ей еще больше украшений и уходил домой. Но если она хотела их снять, то извлекала единственную булавку, которая обычно располагалась на уровне анахаты. Стоило ей извлечь одну булавку, как все украшения сразу спадали. Карма устроена так же. Это сложное переплетение цепочек. Некоторые, конечно, усыпаны бриллиантами, другие безобразны, некоторые похожи на ржавые цепи, но все это цепи, цепи и цепи. Однако там есть одна единственная булавка. вы не можете сознательно отыскать ее. Фундаментальная причина, почему в вопросах духовного развития существует традиция полагаться на гуру, состоит в следующем. Вы хотите, чтобы в подходящий момент он ее извлек. поскольку вы не знаете, где ее найти в этом хитросплетении цепочек. Если вы будете пытаться отыскать ее, то можете искать вечно, и так никогда и не найти. Но если вы вдруг обнаружите ее, вы расстегнете ее так, что рассыпется сама ваша жизнь, требуется немало умения, чтобы отбросить только кармический аспект. И далее, жить как освобожденная сущность. Именно за этим умением вы приходите к гуру. Именно из-за вашей кармы вам приходится терпеть меня. Если бы вы сами во всем разобрались, я был бы вам не нужен. Но, садхгуру, а когда вы извлечете мою булавку? Это значит, что вы еще не готовы. Если вы считаете свою карму бременем, от которого нужно освободиться, значит, вы еще к этому не готовы. Когда вы достигнете такого состояния, в котором сможете трансформировать каждое воспоминание в благополучие, каждое воспоминание, осознанное и неосознанное, приятное и неприятное, прекрасное и ужасное, тогда настанет подходящее время, чтобы ее извлечь. Если сделать это сейчас, это будет не освобождение, а побег. Есть различия между осознанным выходом из тела и суицидом. Это две абсолютно разные вещи. Покончить жизнь самоубийством, значит, вы хотите избежать сложной ситуации. Но выйти вот из этого означает, что ваш срок окончен, время пришло, и вы освобождаетесь. Это две совершенно разные вещи. Если вы совершаете побег из тюрьмы, вам придется скрываться до конца вашей жизни. Если вас выпускают, потому что срок закончился, тогда вы свободный человек. В этом большая разница. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова